Мама, купи! Продавцам магазинов с игрушками и сладостями эта фраза снится буквально по ночам, потому что слышат они ее ежедневно и по многу раз. Но на самом деле продавцам-то все равно, а вот мамы очень близко к сердцу воспринимают истерики в общественных местах. Как с этим справиться и как правильно реагировать, спросим об этом у ведущей программы «Мамины школы» Олеси Новиковой. Олесь, привет! Здравствуй, Таня! Олесь, ну, на самом деле понятно, почему дети не могут сдержать эмоции в магазине. Все яркое, все вкусное, все бросается в глаза. Как быть? Совет простой и понятный. Если вы видите, что ребенок может дать такую реакцию, если вы понимаете, что он еще не настолько взрослый и сознательный, что с ним можно договориться, то просто не ходите с ним в такие магазины. Вот не провоцируйте ребенка. Если идете мимо, то обойдите магазин как можно дальше, вот исключите из своего маршрута и сделайте все, чтобы у ребенка не было повода завести такую истерику. Покупайте игрушки в одиночестве или покупайте игрушки в интернете. Вот, кстати, когда вы выбираете игрушки за компьютером, то вот тут-то как раз можно привлечь ребенка к совестному выбору. Скорее всего, истерики не будет. То есть, и спросить его мнение? Да, если надо. Хорошо, а может быть, стоит попробовать договориться? Он вам клятвенно пообещает, что ничего клянчить не будет и все пройдет хорошо, чисто, тихо и гладко, но есть большой риск, что обещание свое выполнить он не сможет. Не потому, что он вредный, не потому, что он избалованный, а потому, что он еще маленький, и его нервная система не настолько вот уже сформирована, и он только учится контролировать свои эмоции. Поэтому наша родительская задача сделает так, чтобы ребенку было проще. Если вы видите, что истерика на пороге, то реакция ваша должна быть быстрой, вот такой резкой и незамедлительной. Чем-то отвлечь, предложить какую-то альтернативу и из магазина увезти. И самое главное, не нервничать, не злиться и не переживать по поводу того, что же о вас, о маме, о маме, у которой ребенок кричит в магазине, подумают окружающие. Вот все равно, что они подумают. Главное, как себя чувствует ребенок. И чем больше вы будете нервничать и злиться, тем больше ситуация еще усугубится. Ну хорошо, это правило для родителей понятно. В магазин с игрушками ребенка с собой не берем. Но поход в продуктовый магазин как раз совпадает очень часто с прогулкой. И поэтому просто не взять его с собой невозможно. А там на витринах яркие, красивые, разноцветные жвачки, конфеты. Шоколадные яйца и все на уровне глаз. Да, да, да. И все на уровне глаз. И это очень, кажется, доступно ребенку. Как бы. Хорошо, в этих случаях действуют правила. Но правила маленьким детям нужно постоянно повторять. Не думайте о том, что если вы один раз сказали, пожалуйста, в магазине не кричи и берем только это, то ребенок усвоил и все у вас в порядке. Вот как у нас происходит с моим почти трехлетним сыном. Мы перед тем, как зайти в магазин, обговариваем, что мы пришли только за молоком и кефиром. А ты можешь взять себе только мороженое. Естественно, когда мы ходим по залу, я ему периодически об этом напоминаю. Ты берешь только мороженое. Если он пытается взять что-то другое, я говорю, мы с тобой договаривались о мороженом. Еще хорошо в этих случаях действует такой прием, как отвлечение. То есть дайте ребенку какое-то задание. Пусть проверяет, все ли вы взяли по списку. Пусть возьмет свою тележку. Пусть достанет хлеб и молоко с полки. Пусть на кассе вот эта самая горячая точка, там где на кассе вокруг тебя очень много всего соблазнительного. Пусть в это время он сходит и отвезет тележку на место. И это поможет ему немножко отвлечься и не думать о том, что столько вокруг всего вкусненького и все прям хочется схватить и купить. И еще важно сказать о том, что если вы хотя бы один раз купили ребенку то, что он хочет, лишь потому что он начал в магазине кричать, то будьте готовы к тому, что он этот способ использует еще много-много раз. Но я думаю, что и поощрять за хорошее поведение тоже стоит. Это ведь тоже такой некий стимул вести себя в следующий раз действительно хорошо. Совершенно верно. Хорошо ты Таня подметила, потому что мы родители на самом деле очень часто всегда обращаем внимание на то, когда ребенок себя плохо ведет, но совершенно игнорируем хорошее поведение. Поэтому поощряем. Ребенок вел себя в магазине хорошо, он следовал правилам, он помогал маме. На кассе вот прям озвучьте все это и даже, возможно, что-то маленькое купите. Ты бы молодец, вот тебе бонус. Я тебя хвалю, я тебя люблю. Ну что ж, Олесь, спасибо тебе большое за очередную порцию очень дельных советов для родителей и до новых встреч. Всего хорошего. Ну а вот куда можно брать с собой ребенка и совсем не беспокоиться, это на рынок за молодым картофелем. Прямо сейчас туда и отправимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова